Глава 27. Сегодня я уезжаю в Москву. В суете и домашних хлопотах незаметно прошло несколько недель после моего очередного возвращения с болота. Много чего сделано, много чего не успел. Стараниями Артура в моем хозяйстве появился бортовой редуктор от ГАЗ-71. Тяжеленная хрень, с которой я не знаю, что теперь делать. Вес главной передачи в сборе с бортовыми фрикционами и тормозами 123 кг. Как чемодан без ручки. И тащить тяжело, и выбросить жалко. Редуктор сломан и явно списан. Прокладки изношены, подшипники в хлам, корпус треснут. Что там еще внутри, непонятно. Но я его восстановлю, не такое ремонтировал. Где он его взял, я даже не спрашивал. Мне этой информации ни к чему. Появился у меня и немецкий танковый магнетто. Тот вообще раздолбан так, что провозиться с ним придется долго. Обмотки точно надо перематывать. Сейчас такие запчасти не достать. Потихоньку я обрастал деталями для усовершенствования своего проекта и начала нового. Я взялся за ремонт второго этажа. Уже проведена чистовая шпатлевка стен гипсом. Гипс пришлось просеивать вручную, ситом для муки. А в смесь добавлять клей ПВА. Уголки для ровного выведения откосов и проемов я гнул самостоятельно. На самодельном листогибе из тонкой полосы жести. Кустарно, геморройно, но вроде бы получилось неплохо. Теперь осталось что-то придумать с потолком и полом, и можно будет комфортно жить. Увидев, что я делаю с гипсовой штукатуркой, Артур, видимо, рассказал об этом Гудкову. Потому что тот нарисовался на следующий день. А еще через день у меня появилось два молоденьких подсобника, которые обучались отделке под евроремонт. Пока меня не будет, они должны зашпатлевать и отделать первый этаж, что и будет для них выпускным экзаменом. За их работу я не плачу ровно ничего. По вечерам готовлю проект борто-поворотного вездехода. Стараюсь просчитать все до мелочей. Мне пока торопиться некуда. Вернулся Семен, очень довольный каракатом. Я сразу отдал его ему, жалко было забирать, уж очень Семен к нему привык. Есть только одно условие. Я беру его, когда и на сколько мне надо, по первому требованию. Но пока ни разу не пригодился. Семен пытался вручить мне деньги, но я брать не стал. Во-первых, я еще не готов к началу нового проекта. Во-вторых, это транспортное средство может мне еще пригодиться. Ну вот в принципе и все. Ничего больше сделать не получилось. В Москву я везу чертежи нескольких изделий, которые хочу запатентовать. Получится или нет, пока не знаю. Но нужно постараться. Наглеть я не стал. Моя ниша в будущем бизнесе уже определена. Вездеходная техника и спецснаряжение для охоты, рыбалки и геологов. Пока распыляться не буду. Это бы освоить. Сейчас я вез чертежи и описание палатки Куба и отдельный механизм осложения. Хаба. Чертеж саморазборной палатки, восьмерки. Чертеж аэролодки и караката. Чертежи отдельных узлов борта поворотного вездехода, колес и колесных баков. В Каменогорске нет прямого сообщения с Москвой. Первая половина дороги до областного центра мне предстоит на поезде. Потом самолет до Москвы. От нашего района на награждение едут три человека. Какая-то доярка, передовик труда, чемпионка по дерганию за сиськи коров, за что будет награждена ни много ни мало, а золотой медалью «Серб и молот» и званием «Герой социалистического труда». Я со своим скромным орденом «Знак почета» и «Бригадир путевкладчиков», который побил рекорд по скорости прокладки железнодорожного пути, за что и получил орден трудового красного знамени. Все мои попутчики выполнили план пятилетки досрочно за три года. Только вот одного не могу понять. Почему доярке – героя, а железнодорожнику – орден? Ну, ладно, начальство виднее. Вообще, в Советском Союзе героем труда становились в основном аграрии и ученые. Так уж традиция сложилась. Со всей делегацией и сопровождающими нас лицами мы встретились уже в аэропорту. Билеты оплачены горе-сполкомом. Для всех приглашенных участников съезда забронированы места в гостинице «Советская». До аэропорта я добрался без происшествий. Спокойно проспал всю дорогу в поезде и в кои-то веки наслаждаясь бездельем. От железнодорожного вокзала, поймав такси, приехал уже в аэропорт, где и встретил всю представительную делегацию. Летит нас всего пять человек. Трое награжденных и делегаты съезда от нашей области. Что сказать про моих попутчиков? Депутаты были явно проверенные и тертые партийные деятели, которые почти не отличались друг от друга. Едут как в отпуск после работы, во взгляде скука и безразличия, но всем своим телом показывают энтузиазм, не переставая перемежевывать свои слова цитатами из решений съезда КПСС. К нам награжденным отношение покровительственное и даже какое-то брезгливое. Путеукладчик, простой дядька, в возрасте за пятьдесят, явно воевал, вся грудь в медалях и орденах, держится спокойно и уверенно. Он явно горд своей наградой и достижением. А вот доярка удивила. Девчонке с первого взгляда едва можно дать восемнадцать лет. Хрупкое и маленькое, как ребенок, простое и очень красивое лицо, густая коса на плече и растерянный, испуганный взгляд, огромных серых глаз. Когда я приехал, все уже были на месте и ожидали только меня. Вы опаздываете на иденов. Сходу наехал на меня один из депутатов. Вылет уже через час, а вы только изволили появиться. Вы не явились на проводимый мною инструктаж. Надо иметь ответственность и оправдывать высокое доверие, которое оказано вам нашей Родиной. А вы что себе позволяете? Заставляете себя ждать? Извините, как вас зовут? Федор Максимович. Так вот, Федор Максимович, я приехал сюда под тем билетом, что вручили мне в горисполкоме. Поезд пришел строго по расписанию, после чего уже через десять минут по его прибытию я стою здесь и слушаю ваши в высшей степени необоснованные упреки. Я не помню, чтобы кто-то говорил мне о том, что я должен успеть на какой-то инструктаж и слушать вас. Сбавьте тон и толком поясните мне, что за инструктаж я пропустил, и почему я вообще должен его слушать. Я народный депутат, и слушать меня вы обязаны. Давайте я немного поясню вам, что значит быть депутатом. Депутаты, уполномоченные народом, участвовать в осуществлении советами государственной власти, выражать его волю и интересы. Он ответственен перед избирателями и им подотчетен. Избиратели дают наказы своим депутатам. То есть, строго по закону, слушать меня, как вашего избирателя, должны как раз вы. Не дав прервать себя, возмущенно хлопающему глазами депутату, я продолжил. И раз мы с этим разобрались, повторю вопрос. Что за инструктаж и кто его назначил? Почему его проводите вы? Насколько я знаю, награжденных инструктируют перед вручением наград, ответственные для этого лица, непосредственно в Москве. Я вам ничего пояснять не буду. Это возмутительно. Хорошо. Значит, вопрос исчерпан. И не надо так возмущаться, Федор Максимович. Тон, которым мы с вами сейчас разговариваем, избран был только вами. Депутат, возмущенно фыркая, отошел к своему коллеге и стал с ним о чем-то возбужденно перешептываться, не забывая зыркать на меня глазами. Хе, ловко ты этого напыщенного жука осадил. Ко мне подошел путеукладчик. А то он нас тут застроил не хуже, чем старшина в учебке. Слушай, только его, как пава родного, все команды выполнять, без разрешения даже в туалет не ходить. Особенно Аленку стращал, глазки строил и облизывался. Я Виктор Филиппович Луговой, путеукладчик. Посмеиваясь, протянул мне руку. Кирилл Найденов. Я пожел руку передовика и добавил, слегка повысив голос, чтобы было слышно нашим обнаглевшим избранникам народа. А права свои просто надо знать. Права и обязанности. Я думаю, что о поведении наших избранников будет интересно избирателям узнать. А там и решение принять можно. Тем более, если о его недостойном поведении двое орденоносцев и герой труда заявят. Депутат, не оправдавший доверие избирателей или совершивший действия недостойные высокого звания депутата, может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в установленном законном порядке. Процитировал я закон, наблюдая, как после моих слов вздрогнул и отвернулся Федор Максимович. Ха, красавец! Знакомься, это Алена Денисова. Тоже на награждение едет. Не бойся, девчонка. Мы тебя в обиду не дадим. Смотри, какой орел с нами. Здравствуйте, Алена. Я слегка пожал хрупкую руку, протянутую мне для приветствия. Здравствуйте, Кирилл. Я не боюсь, только растерялась слегка. Он так быстро и убедительно говорил. Работа у него такая, говорить много. Не давайте им на себе ездить. Алена, вы все-таки герой, а не мышь кабинетная. Рассказывай о себе. Про меня и Аленку ты наверняка знаешь. Все газеты пару месяцев только про это и пишут. За что награждают? Ты у нас с какого предприятия? Я, Филиппович, охотник-промысловик. Награждают за задержание особо опасных преступников и за помощь сотрудникам милиции в раскрытии преступления. Эва как! Теперь вспомнил. Зимой беглых зэков поймал? Было дело. Они еще несколько человек убили? Не будем, а грустно, Филиппович. Убили, изнасиловали, оружие украли, с зоны сбежали. Там целый вагон преступлений. А вам не страшно было? Алена смотрела на меня, прижав руки к рту и испуганно хлопая глазами. Тяжело в жизни девчонке будет. Такая наивная и впечатлительная. — Ха, да ты на него глянь! Глазище, как у убивца какого! Здоровый и страшный, как медведь! Я, если бы его в лесу увидел, тут же от страха обделался бы! — засмеялся Филиппович. — Ничего он не страшный, только если слегка... Ой, простите! Алена покраснела и отвернулась. Я грустно усмехнулся. Ну да, неолендал он. Морда в шрамах, лапы как совковые лопаты. И действительно, здоровый. Если встать рядом, голова Алены мне только до середины груди достает. За последнее время, занимаясь практически без отдыха, физическим трудом, я изрядно прибавил весе, но ни грамма лишнего жира. Вот и девчушку испугал. — Не смущайтесь, Алена, что есть, то есть. Эта природа так надо мной поиздевалась. Зато с головой все в порядке. И вообще, мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. А я не буду себе льстить уж точно красивее любого дикого примата. — Ха-ха, хорошо сказал, надо запомнить! Виктор Филиппович, видимо, был еще тот хохотун и шутник. За непринужденной беседой быстро пробежал час, и нас через громкоговорители вызвали на посадку. Депутатская морда больше к нам не подходила, и попыток начать разговор не затевало. Мы сели в самолет, и турбореактивный Ту-134 понес нас в столицу нашей родины. В столичном аэропорту депутаты к нам даже не подошли. Быстро сойдя с трапа самолета, они растворились в толпе, и больше мы их не видели. Забрав у Алены чемодан и сказав Филипповичу двигаться за мной, я вышел на площадь перед аэропортом и уверенно направился к стоянке такси. Это мой родной город, и хоть сейчас были спокойные и неторопливые советские времена, я чувствовал себя уверенно и знакомо. Ритм жизни в современной мне Москве зашкаливал. Но я вырос в этом городе и считал его привычным, а сейчас я снова настраивался на него. Возле стоянки такси стояла большая очередь из желающих проехаться с комфортом. Оставив ожидать Алену с Филипповичем в стороне, я направился к самому дальнему такси. С таксистом я договорился быстро. По каким-то только им ведомым приметам, таксисты всегда отличали столичного жителя от жителей глубинки. И сейчас меня с легкостью приняли за своего. Я не торговался. Принял предложенную цену поездки в два счетчика, и машина, вывалившись из очереди себе подобных, подъехала к нам. Да, это была Москва, но не та, к которой я привык. Нет еще пробок, нет огромных бизнес- и торговых центров. Улицы не сверкают витринами разнообразных магазинов и салонов. И, что греха таить, такое на мне нравится гораздо больше. Таксист, видимо сбитый с толку появлением в салоне машины, кроме меня, еще и явно провинциальных пассажиров, попытался сделать извечный трюк всех таксистов – проехать по дальней дороге, наматывая счетчик. Но уже после первого поворота встретил мой недобрый взгляд, вернулся на правильный курс и больше таких попыток не предпринимал. Заселение в гостиницу прошло без проблем. Номера были заказаны и оплачены заранее принимающей стороной. А учитывая то, что принимающая сторона – это президиум Верховного Совета СССР, с нами были еще и предельно вежливы и приветливы. Заселили нас с Филиппичем в двухместный номер, Алену в соседний, одноместный. Видимо, по статусу получаемой награды, ей было положено жить отдельно. Номер как номер, на люкс никак не тянет. Серые простыни, две кровати, тумбочки и шкафы, щитовая фанерная мебель, стол, стулья, графин и два стакана. Есть душ с туалетом, вода слегка теплая. Я помочился. От этой легендарной гостиницы ожидал чего-то большего. «А ничего, хоромы?» Филиппич обвел восхищенным взглядом наш номер. «И душ с туалетом отдельный есть. Живем?» «Ладно, давай обустраиваться. Чего сейчас делать будешь? Вечер уже». «В ресторан хотел сходить. Никогда не был. И в ЦУМ надо, и в Мавзолей». «У нас награждение только послезавтра, в 12 часов. Быть в Кремле нужно в 8. Поэтому предлагаю сегодня в ресторан. А завтра уже и Москву можно посмотреть. Да и после награждения тоже можно. У нас номера на 5 дней оплачены». «Давай», — согласился Филиппич. «А куда пойдем?» «Тут при гостинице ресторан есть. Предлагаю в нем посидеть. Нам, как жильцам, место найдут. Если в какой-то другой идти, заранее бронировать надо. Мест может и не быть». «Хорошо, согласен. А завтра со мной пойдешь?» «Нет, Филиппич, извини. У меня еще в Москве куча дел. Если все успею, после награждения можно погулять, сходить вместе». «Мы переоделись, и я по внутреннему номеру позвонил в администрацию с просьбой забронировать нам столик в ресторане. После чего пошел звать Алену. Возьмем девчушку с собой. Нечего ей одной в номере сидеть». На мой сток Алена открыла не сразу. Пришлось подождать. «Кто там?» Спросила она через дверь. «Алена, это Кирилл. Мы с Виктором Филиппичем собрались пойти поужинать и приглашаем вас составить нам компанию». Дверь открылась. На пороге стояла Алена с закутанной полотенцем головой. На теле домашний халат и тапочки. «Извините, Кирилл, я только из душа. Наверное, не успею собраться и голову высушить». Алена смущенно опустила глаза. «Ничего страшного. Ресторан в фойе гостиницы. Мы вас там подождем». Я стоял и, не стесняясь, любовался этой хрупкой красавицей. «Хорошо, я постараюсь побыстрее». Дверь перед моим лицом закрылась. Я мотнул головой, отгоняя наваждение. «Хорошая девчонка. Мне всегда именно такие и нравились. Маленькие и хрупкие. Влюбился, что ли?» Ресторан гостиницы «Советская». Бывший «Ярь». Легендарное место. Его в свое время посещали Савва Морозов, Федор Плевака, Антон Чехов, Александр Куприн, Максим Горький, Федор Шаляпин, Леонид Андреев, Константин Бальмант, Василий Сталин и даже Григорий Распутин. Сейчас в одном из залов ресторана находится цыганский театр «Ромэн». Этот ресторан – негласный центр цыганской культуры в Москве. «Ого, здесь сцены! Смотри, сколько грузди стоит! Бочку груздей у нас купить можно!» «Так ты груздей не бери! Зачем в ресторане есть то, что ты каждый день поесть можешь? В этом ресторане не еда главная, а культурная программа, цыганские песни. Короче, давай я сам закажу». «Давай, а то я что-то растерялся». Я заказал бутылку столичной, советского шампанского для Алены, боржом, тарелку разносолов, сельдь по-русски, шашлык, красную и белую рыбу, холодного копчения и несколько салатов, попросив официанта подойти, когда к нам присоединится дама. «Вот я смотрю на тебя, Кирилл, как будто ты каждый день по ресторанам ходишь. И в Москве себя как дома чувствуешь. Приходилось часто бывать?» «Нет, Филиппыч, в ресторанах я бывал нечасто, хотя доводилось. И в Москве я давненько не был. Хотя рядом вырос, в Калинине, которой бывшая Тверь». «Так ты завтра к родителям в Калинин рванешь?» «Понятно, хорошее дело». «Нет, дядька, нет у меня родителей, детдомовский я. А в Калинин не поеду, хотя надо бы, конечно, воспитателей проведать». «Эво как?» «А вот так. Ну, ладно, не будем о грустном. Расскажи лучше, как ты умудрился на своем путеукладчике рекорды побить». Я слушал передовика и думал о том, что наградили человека, конечно, заслуженно. Но награждать нужно было не его одного, а еще под сотню человек. Сам бы он не справился. Мастерски, владея своим звеньевым путеукладчиком, он укладывал заранее собранные на путевых машинных станциях звенья рельсы шпальной решетки, длиной, равной длине стандартных рельсов. Ну а кто их собирал, кто их подвозил и крепил? Да и путеукладчик – это не один человек, а большая бригада и куча механизмов. Путеукладчики на рельсовом ходу представляют свой поезд, который состоит из локомотива, укладочного крана, железнодорожных платформ, оборудованных роликами для перемещения по ним пакетов звеньев рельсошпальной решетки и одной или нескольких моторных платформ для транспортировки пакетов звеньев вдоль состава. Как водится, у нас наградили только одного из огромного коллектива, работники которого, без сомнения, совершили совместный трудовой подвиг. Коллектив тоже вроде бы не обидели, дали переходящие красные знамя передовиков, людям вручили грамоты. Но в чем ценность этих бумажек? Ведь награжденный орденом трудового красного знамени пользуется льготами по государственному подоходному налогу и единому сельскохозяйственному налогу, а также и иными льготами на одинаковых основаниях с лицами, признанными героями труда. А какие льготы дает красивая бумажка? Заняты этими мыслями, я не заметил, как к столу подошла Алена. Поднял голову и ахнул. Вот это красотка! Легкий сарафан в стиле ретро, в красно-белую полоску со сложной вышивкой. Красный поясок обтягивает узкую талию, белые босоножки, на голове какая-то затейливая прическа, ни одного украшения, ни этой косметики. Все естественно и очень свежо. Недоярка модель с подиума. Обалдеть! Алена, вы бесподобны! Не смущайте меня, Кирилл! Очень красиво! Скажите, где вы такой наряд нашли? Я сама шью. Правда красиво? Смущенный улыбаясь спросила Алена и вдруг закружилась на одной ноге, отчего сарафан начал подниматься вверх. Алена легко придержала его руками и весело смеясь шлепнулась на стул возле меня. «Ва!» Филиппич показал большой палец правой руки. «Молодец, дочка!» И подмигнул мне. Я думала, не решусь его никуда надеть, а сегодня посмотрела, в ресторан-то мне пойти не в чем, ну и решилась. «На награждение тоже в нем пойдешь?» спросил Филиппич. «Нет, конечно. Мне несколько раз сказали, что нужно неяркое деловое платье. Я с собой его привезла. Тоже сама сшила. Да, я люблю шить. Расскажите о себе, Алена», попросил я. «А чего рассказывать-то? Вживу в Романовке, это рядом с Каменогорском, работаю на племенном заводе, доярка. Мама-учительница, папа-тракторист, есть сестра и брат, но они еще в школе учатся. Все?» «Очень интересно, а как ты такую высокую награду получила?» «У нас новую породу коров вывели, селекция наших с голландскими. Я эту группу вела, и так вот получилось. В среднем пять с половиной тысяч килограмм молока с каждой коровы в этом году надоели». Я ее слушал и не мог поверить, что эта хрупкая девушка работает дояркой. Понятно, что сейчас доят коров в машины, и профессия, как таковая, называется оператор машинного доения. Вообще, доярка – это не только человек, который приходит трижды в день на ферму подоить корову с помощью автомата. Она выполняет в течение дня довольно много обязанностей. Первичная обработка молока, подготовка оборудования и его техническое обслуживание, кормление и водопой коров, чистка и мойка, уборка стойла и всего коровника в целом. Дояркам необходимо контролировать состояние коров, а в случае необходимости оказывать медицинскую помощь, подлечивать их. Кроме того, нужно обладать сноровкой и наблюдательностью, ведь у каждой коровы свой нрав и аппетит. Ежедневные ранние подъемы, своеобразный запах, неограниченный трудовой день – такое выдержит не каждый. Ничего себе! Как это возможно? Ну, я очень животных люблю. Любая корова свой характер имеет. Без надобности скотину желательно не беспокоить. Надой молока может снизиться вдвое, если животное будет взволновано. Я своих всех очень хорошо знаю, с телечего возраста рядом с ними. Как породу вывели, меня к ним закрепили. Я тогда еще в школе училась, на заводе летом подрабатывала. Никогда на них не кричу и не бью. И они ко мне ластятся. Тяжело, конечно, но я привыкла уже. Я раньше хотела швеей стать. Даже в Каменогорск собиралась уехать, в училище поступать. Но к коровкам своим привязалась, не смогла их бросить. А мама хотела, чтобы я в институт поступила. Я же школу с золотой медалью окончила. Теперь, наверное, в сельскохозяйственный институт поступать буду. Незаметно за разговорами наш стол сервировали. Для Алены я заказал шоколадные пирожные и лимонад. Шампанское она согласилась только попробовать. Сказал, что никогда спиртного не пила. Глядя в ее наивные, почти детские глаза, в это легко верилось. Играла легкая музыка. В зал ресторана постепенно заполнялся людьми. Посидели мы хорошо. От бокала шампанского Алена слегка опьянела. И без умолку щебетала, рассказывая истории из своей жизни. Я почти не говорил, только слушал и наслаждался компанией красивой девушки. Еще бы наш передовик куда-нибудь свалил. И совсем бы хорошо стало. Филиппович, основательно приняв на грудь, был весел. Много, громко и не впопад шутил. Периодически подмигивал мне и все нашептывал, чтобы я не упустил такую красавицу. А то он тряхнет стариной и пойдет в атаку. «Эй, брат, можно твою девушку на танец пригласить?» Я неожиданно услышал голос с цыганским акцентом за своей спиной. Обернувшись, я увидел слегка покачивающегося, явно очень пьяного немолодого цыгана. «Такая красавица танцевать должна. Она весь вечер сидит. Нехорошо. Ты же не против?» Цыган паскудно улыбнулся и взглянул за соседний столик, за которым сидело еще шестеро нетрезвых цыган разного возраста. Очарование вечера было испорчено. «Я в дарик!» «Пойдем со мной, цыганский». «Красавица, он не против!» Цыган, облокотившись на мое плечо, протянул руку в сторону Алены. «Я тебе сейчас эту руку сломаю и в задницу засуну!» Тихо приходя в бешенство, прошипел я прямо в рожу наглому уроду, стряхивая его руку со своего плеча. Я медленно встал и навис над пьяным козлом, возвышаясь над ним как минимум на две головы. С соседнего столика подскочили друзья недоумка. Мои размеры их явно поразили, а покрытое шрамами и очень злое лицо, которое они не могли видеть до того, как я к ним повернулся, заставило несколько человек вздрогнуть. Рядом, плечом к плечу, встал Филиппыч, закрывая собой Алену. Я взял за подбородок пьяного урода и, потянув его вверх, чтобы он видел мои глаза, проговорил. — Косяк за вами, ромалы. Сейчас тебя и твою шоблу на куски резать буду. Балаболки ваши на столик в ряд сложу. Никакое лепило обратно не склеит. А конкретно тебе, фраерок, глаз на жопу натяну и моргать заставлю. Да где же это видано, чтобы черножопые утырки по беспределу домишки резака докопались и целыми ушли? — Извини, брат, попутали. Более-менее трезвый из друзей пьяного урода попытался сгладить конфликт. — Не брат ты мне, гнида черножопая! Я, прищурившись, посмотрел на миротворца и процитировал фразу из известного пока только мне фильма. — Твои братья под Тамбовом на луну воют. — Я же говорю, извини, выпили много, сразу бродягу не распознали. — За косяк ответ держать надо. Да ты не бзди. Я вас не больно зарежу. Чик и все. Так уж масть легла. Нельзя теперь без юшки рамс убить. — Все решить можно, дорогой. Все загладим. За наш счет погулять. Девушку свою угости. Бахтала тоже извиняется. — Да-да, извини, рамсы попутал. Я заглажу. Я заглажу. Отпусти только. Пьяный цыганенок попытался вырвать свое лицо из моих пальцев. Но у него не получилось. За хавку свою я сам разбашляюсь. Эх, ладно. Я сегодня чего-то очень уж добрый. Вас семеро. Значит, по полтиннику шестерых. И с этого фуфела сотка. Итого полкосыря. — Эх, почему пятьсот? Четыреста же выходит. — Я в школе плохо учился. — Молодец, Чаваралэ. Мальчик цыганский. — Правильно дядьку поправил. Ну, значит, договорились. — А с нас за что? Мы же тебя не трогали. — За кореша своего, значит, вписаться не хотите? А ведь это вы его в блудняк ввели. Ну, хорошо. С него одного спрошу. Я нехорошо усмехнулся и сильнее жал челюсть обмякшего цыгана. Он сдавленно замыщал от боли. — Мы все поняли, дорогой. Отпусти его, пожалуйста. — Ну, раз поняли, то я жду, пока флакон у нас не закончится. Я отпустил присмирявшего цыганенка и, кивнув на початую бутылку водки, сел на свой стул. Разлил нам Филипыч по рюмке. Алена испуганно смотрела на меня. Филипыч тоже. Во взгляде фронтовика читалась брезгливость и злость. — Но чего вы на меня так смотрите? Я взял рюмку и притянул ее Филипычу. — Ты что, сидел? — спросил Филипыч, даже не думая брать свою. — Нет, не сидел. Но много с уголовниками общался. В артерии на приисках работал. А там каждый второй сидевший. Да и в детском доме вырос. — Вы чего надулись? Мне вообще-то орден за поимку преступников дают и за помощь органам внутренних дел. — Ты с ними разговаривал на блатном жаргоне. — И кто такой Мишка Резак? — А как мне с ними нужно было разговаривать? — Я говорил на том языке, который они понимают. — А, Мишка Резак? — Да придумал по ходу разговора. — Зачем ты с них деньги потребовал? — Можно было милицию вызвать просто. — А что бы милиция сделала? — Ничего. Они грубо разговаривали, но никого не оскорбили, драку не затевали, общественный порядок не нарушали. Я их сам наказал. Теперь они себя поскромнее вести будут. В это время к столику подошел официант и поставил на стол бутылку шампанского и сверток, завернутый в салфетку. — Это вам презент от соседнего столика. Официант махнул рукой в сторону, где сидели цыгане. Я повернулся к ним и кивнул головой, а затем взял салфетку и протянул официанту. — Это тебе, на чай. Оттуда по счету с нас возьмешь. Передай за соседний столик, что извинения приняты. Официант молча взял салфетку, кивнул и быстро ушел. — Мне их деньги не нужны, у меня своих хватает. Но наказать их было нужно. Безнаказанность порождает вседозволенность. А своими действиями я, возможно, спас какую-то девушку и ее кавалера от унижения. Не исключаю от избиения тоже. Я за себя и своих близких всегда постоять смогу, а кто-то — нет. Вот они таких и ищут, и глумятся. Весело им слабых унижать. Сегодня они на меня нарвались. А если бы меня не было, ты бы, Филиппыч, чего сделал? Аленку с этим пьяным быдлом танцевать бы отпустил? Или дал бы себя унизить? — Нет, конечно, я на фронте воевал. Вот и я не дал. Выпьем? Филиппыч взял со стола рюмку и, молча чокнувшись со мной, выпил ее залпом. Вечер закончился скованно. Алена больше не веселилась. Посматривала со страхом то на меня, то настоящий прямо напротив нее сторик с цыганами. Филиппыч больше не пытался качать права. Просто пил со мной рюмку за рюмкой. От былого веселья не осталось и следа. Когда мы с Филиппычем закончили с водкой, все встали и направились к выходу из ресторана. Я был грустен и зол. Только вроде бы девочку подходящую нашел и умудрился напугать ее до ужаса. Хотелось набить кому-нибудь морду. Я с надеждой посмотрел на стол цыган, стараясь увидеть хотя бы какой-нибудь намек на недовольство или улыбку, чтобы был повод подраться. Но мои оппоненты вели себя хорошо. Встретившись со мной взглядом, мой недавний соперник поспешно отвернулся. Не судьба. Глава 28 Проснувшись рано утром, я, не сказав никому ни слова, взял свои чертежи и вышел из гостиницы. Нужно наведаться в Государственный комитет Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий. Сейчас в СССР сдать заявку на изобретение гражданину нельзя. Все делается через патентных поверенных, с которыми автор подписывает договор. Моя задача заключить такой договор и передать поверенному все документы, оплатить государственные пошлины. Я подготовился как мог, изучил законодательство, подготовил описание изобретений, сделал чертежи и написал реферат к каждой заявке. В здании на Бережковской набережной я протрачал до вечера. Не такое это простое дело оказалось, но документы я сдал. С нервами и лихрадочным переписыванием бумаг, но дело сделал. Не обошлось и без взяток. Пришел я подготовленный, полный дипломат хорошего коньяка и шоколада, разошелся по кабинетам со скоростью звука. Своему, патентному поверенному, доплатил деньгами. С больной головой, но с легким сердцем, вечером я вернулся в гостиницу. Ты где так долго ходил? Утром приезжали с орготдела, провели совещания, что можно делать и чего нельзя. Рассказывали, как одеться. Тебя спрашивали несколько раз. Я утром просыпаюсь, тебя нет. Сказали, что если ты не будешь соответствовать регламенту, тебя не допустят. Орден свой в канцелярии будешь забирать. А может, оно так и лучше. Не люблю я официальные мероприятия. Да ты что? Это же такая честь. Ладно, я тебе сейчас расскажу. Я хорошо все запомнил. Только Алена позову. Она, если что, я забыл, дополнит. Да не надо Алену. Я ее и так вчера напугал. Дурак ты. Она, конечно, испугалась, но поняла, что ты за нее заступился. Спрашивала про тебя сегодня несколько раз, а ты как в воду канул. Где ты? Когда вернешься? Никому не сказал. Стой здесь. Никуда не уходи. Я за ней схожу. Не дав мне возразить, Филиппович быстро вышел из номера и уже через минуту вернулся с Аленой. Девушка была в простом домашнем платье и испуганной уже не выглядела. Скорее, немного злой. Ну, что сказать. И так ей тоже очень идет. Красотка. Кирилл, вы куда ушли? Мы вас весь день ищем. Извините, Алена, у меня были дела. Я предупреждал Виктора Филипповича о том, что сегодня мне нужно будет отлучиться. Какие у вас могут быть дела важнее вручения государственной награды? Москву и послезавтра можно посмотреть. И все же это были важные дела. Извините, что расстроил вас. С девушками главное вовремя извиниться. Даже если ты сто раз прав, как когда-то говорила моя жена. Неужели нельзя быть все время виноватым? Кирилл, давайте на «ты». Я каждый раз вздрагиваю, когда ко мне на «вы» обращаются. Хорошо, Алена. Так, где ты был? Я сдавал заявки на несколько изобретений. Хочу получить на них патент. Правда? Алена круглыми глазами изумленно смотрела на меня. Удивленным выглядел и Филиппович. Правда? А что ты изобрел? Несколько вариантов походного снаряжения для геологов. Несколько образцов внедорожной техники и узлов к ним. Это скучно. Давайте о чем-нибудь другом поговорим. А ты даешь. А чего раньше молчал? Я думал, что ты только... Филиппович запнулся и виновато взглянул на меня. Что я только по лесам с ружьем могу бегать? С гопниками общаться и морды бить? Ну, и это тоже могу. Чего уж там. В армии морды бить и стрелять научили. Все же в ВДВ служил. Усмехнулся я, глядя на ветерана. Извини, я не то хотел сказать. Да ладно, проехали. Я вообще разносторонняя личность. Еще крестиком вышивать умею. Правда? Снова удивилась Алена. Мы переглянулись с Филипповичем и практически синхронно расхохотались. Правда, Алена? Смеясь, подтвердил я. А что, и правду умею? И вязать умею, и деревья сажать квадратно-гнездовым методом, и даже строем ходить научился. Я очень талантливый и скромный, смеясь, добавил Филиппович. Ага. А еще красивый и умный. Но это-то не преувеличивай, Кирилл. Никакой ты не умный, рассмеялась Алена. А она, оказывается, тоже шутить умеет. Весь вечер проводили со мной инструктаж в мои спутники. Гардероб, что был захвачен из дома, подвергся тщательной проверке. И с горем пополам был признан годным. Я почти наизусть заучил, что мне нужно делать и чего делать нельзя категорически. На следующий день рано утром за нами приехал микроавтобус. С 1970 года сессии Верховного Совета СССР проходили в главном зале Большого Кремлевского дворца, переделанного из Георгиевского и Андреевского залов. Но Кремль посмотреть даже по пути не получилось. Нас гнали как на убой. Само же награждение прошло суетно и скучно. Снова приинструктировали, потом мы ждали, потом нас наградили, потом фотографировали и по одному и всех вместе, но и в конце был фуршет. Первым награждали героев, всего двух, высокого дядьку в очках, академик каких-то там наук и Алену. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1974 года за получение высоких результатов в сельском хозяйстве и рекордные показатели в животноводстве Даниловой Алене Алексеевне было присвоено звание Героя социалистического труда с вручением Ордена Ленина и медали «Серб и Молот». Торжественно объявил докладчик. Хрупкая девушка в строгом деловом платье вышла к трибуне. И дорогой Леонид Ильич, пристегнув к ее груди медаль и орден, полез целоваться. Любит поганец это дело. Аж в жбан ему врезать захотелось. Нас награждал уже не Брежнев. Тот тихо свалил, уделив внимание лишь героям. Но и это хорошо. Целоваться с мужиком – это не для меня. После награждения нас отвезли в гостиницу. Усталые, голодные, но довольные мои спутники просто светились. Я, если честно, тоже был горд и доволен. Мой первый орден за две жизни. Я рассмотрел свою награду. Серебряные имеют форму овала, обрамленного по бокам дубовыми ветками. В центре его помещены фигуры рабочего и работницы, несущих симметрично расположенные слева и справа от них знамена с подписью «Пролетарий всех стран соединяйтесь». В верхней части ордена расположена пятиконечная звезда, под которой на фоне знамен находится рельефная надпись «СССР». В нижней части ордена надпись «Знак почета». Знамена и звезда покрыты рубиново-красной эмалью и окаймлены по контурам, позолоченными ободками. Древки знамен и надписи позолочены. Дубовые ветви, нижняя часть ордена и его общий фон оксидированы. Пятиугольная колодочка, обтянутая шелковой-муаровой лентой светло-розового цвета, с двумя продольными оранжевыми полосками по краям. Очень красиво. «Предлагаю это дело обмыть», — уже не раз приложившийся к шампанскому на фуршете Филиппович требовал продолжения банкета. «Я не против, только не хочу идти в этот ресторан», — сказала раскрасневшаяся и счастливая Алена. «Можно в другой поехать, а можно и в номер заказать», — предложил я. «Давайте в номер, никуда ехать не хочу», — ухватилась за предложение Алена. «Хорошо, сейчас устрою». Данная просьба не входила в перечень услуг ресторана, но я знал, что за дополнительную плату можно организовать что угодно. «Посидим у нас, Филиппович, третий стул нужен, а я сейчас в ресторан сгоняю». Я спустился в ресторан, и, найдя взглядом Халдея, который обслуживал нас в прошлый раз, жестом подозвал его. «Организуй по-быстрому в мой номер выпить и вкусно закусить. На три персоны, на свой выбор, только чтобы свежее все было, и красные рыбы с икрой не забудь. — Дамы будут? — Да. Давай вина хорошего, фруктов и чего-нибудь сладкого, и пошустрее. — Сделаем в лучшем виде, не извольте беспокоиться». Я сунул в руки официанта несколько купюр и вышел из ресторана. Не прошло и полчаса, как стол в номере был накрыт. По заведенной не нами, но очень хорошей традиции, ордена и медали отправились в бокалы, наполненные до краев рукой Филиппича. У нас с ним водкой, у Алены белым вином. — Но штабы не последние. Поздравляю! Мы чокнулись и выпили, ловя губами свои награды. — Я прямо не верю, что это со мной происходит. Алена уже была изрядно пьяна. На фуршете она выпила всего два бокала шампанского, но, видимо, этого ей уже было много. — Сам Брежнев мне медаль и орден вручал. — Ага, а еще целовался с тобой. Слегка ревниво, слегка шутливо напомнил я. Алена покраснела. — Хе-хе, так он же по-дружески! Пьяненько похихикал Филиппич. Целый бокал водки, выпитый на голодный желудок, изрядно его подкосил. — Ладно, я же шучу. Чего завтра делать будете, орденоносцы? Какие планы, пожелания? — Я в ЦУМ и Мавзолей, по городу погуляю. Давай вместе! Филиппич снова разбил по бокалам и рюмкам. — Такими темпами ты завтра в номере будешь лежать с больной головой. — Сегодня положено, а завтра с утра и подлечиться слегка можно. — Так, твои планы понятные. Ты, Алена, что делать хочешь? — Я бы в музей сходила. Давно хотела в Третьяковской галерее побывать. — Тогда я с тобой пойду, если ты не против. Тоже хотел там побывать. В галерее я был неоднократно, но мне хотелось провести эти дни именно в компании Алены. — Это здорово! Я как раз хотела тебя попросить со мной сходить. Боюсь заблудиться. Такой большой город! — Вечер прошел хорошо. Мы делились впечатлениями, планами на жизнь. Много смеялись и пили. Много пили. Утром я проснулся в номере Алены. Девушка сладко посапывала на моем обнаженном плече, закинув свою ногу мне на живот. Я смутно помнил, как заснул прямо за столом Филиппич. Как я переложил его на кровать и как я, взяв с собой вино, пошел провожать Алену в номер. Обведя взглядом комнату, я увидел разбросную на полу одежду, фельмешки мою и Алены. Зверски хотелось пить, плечо затекло, но шевелиться и тревожить сон девушки мне категорически не хотелось. Я приподнял одеяло. Оба полностью обнажены. И, судя по всем приметам, у девушки это был первый раз. С трудом оторвав свой взгляд от обнаженной красавицы, я взглянул на лицо Алены. И встретился с ней глазами, очень большими и испуганными. «Только не волнуйся, солнышко, все хорошо!» Прошептал я и, улыбнувшись, погладил ее по голове. «Кирилл, мы что, с тобой?» Испуганно начала спрашивать она, сжавшись в комок и кутаясь в одеяло, в результате чего я оказался полностью обнаженным. И в виду только что открывшейся мне картины, полностью готовым к бою. «Ой, не волнуйся, все хорошо, моя милая!» Я повернулся к девушке и обнял, чувствуя, как вздрагивают ее плечи. «Не переживай!» «Как же так получилось, Кирюша? Я же ни с кем даже не целовалась раньше!» Алена плакала, глотая слезы. «Что же теперь делать? Меня теперь никто замуж не возьмет!» «Почему никто?» «Я возьму!» «Ты мне сразу понравилась, наглядеться на тебя не мог. Никому тебя теперь не отдам, только моя будешь!» «Правда?» «Я вначале тебя очень боялась, такой большой, серьезный, уверенный в себе и не улыбался почти никогда. Как ты на место этих двух индюков поставил? Им даже Филиппович ничего сказать в ответ не смел, а я уж тем более. А когда ты в ресторане с бандитами разговаривал, я вообще даже взглянуть на тебя боялась. А потом мне Виктор Филиппович объяснил, что иначе было нельзя, что ты меня защищал. Он тебя вообще очень уважает. Я извиниться хотела, а ты пришел и так мне спокойно рядом с тобой стало, что даже говорить ничего не хотелось. А потом награждение это. Ты на меня смотрел все время, глаз не отводил. И вино это. И вообще, как же так, Кирюша? Я ведь даже не помню ничего. Я себе не так первый раз представляла». Алена под моими руками расслабилась и безумолку тараторила, а потом вдруг снова заревела. «Надо действовать. Испокон веков женская истерика отлично лечится только одним способом». И я закрыл ее рот своим поцелуем. Я старался быть нежным. Очень старался. И скоро девушка расслабилась в моих объятиях, обхватив мою спину своими тонкими руками. Когда мы, обессиленные, тяжело дыша, рухнули на подушку, на лице моей красавицы блуждала счастливая улыбка. «Это было так хорошо? Я никогда не думала, что это так бывает. Только живот внизу теперь немного болит». «Это пройдет и будет еще лучше. Я тебе обещаю, теперь у тебя в жизни будет все только лучшее. На руках тебя носить буду, пылинки с тебя стану сдувать». Я много раз говорил такие слова своим женщинам, но в этот раз я был в них и сам уверен. «Ты такой хороший, нежный. Никогда бы не подумала, что ты таким можешь быть. Почему ты все время как будто в напряжении?» «Я один всегда, не на кого положиться. Родственников нет, только друзья. Жизнь, она жестокая бывает. Я научился только на себя рассчитывать. Со мной мало в жизни хорошего случалось. По неволе начнешь черстветь». «Бедненький». Алена снова начала плакать, гладя меня по голове. «Да что же это такое? У нее там что, бездонные бочки слез этих?» «Не жалей меня. Самое хорошее в моей жизни все же случилось. Мы встретились. Я обнял девушку. Будем лечить снова. А что, мне быть таким доктором нравится». Когда мы через пару часов вышли из номера, в коридоре нас уже встречал слегка помятый Филиппыч. Увидев нас вместе, выходящих из номера Алены, он удивленно присвистнул. «Эво как? А я тебя снова обыскался. А вы тут вон от чего?» «Ты свои шутки придержи, Филиппыч. Поссориться можем. Считай, что Алена теперь моя жена. А я не люблю, когда надо мной и моими близкими неудачно шутят». Я сразу остановил насмешника. Алена и так вся красная жаласть к моему плечу, не решаясь поднять взгляд на ветерана. «Когда же вы успели пожениться? А считай, что прямо сейчас. Понятно? В Каменогорск вернемся, заявление подадим». «Все понятно. Чего же тут непонятного? Это хорошо. Дело молодое, нужное. Красивая пара вышла. Так вы что, гулять пойдете? Может, вместе?» «Пойдем пообедаем. Завтрак мы пропустили. За обедом решим. Мы зашли в наш номер». Я, теперь уже никого не смущаясь, переоделся, и мы отправились обедать. Весь день мы втроем провели, рассматривая достопримечательности Москвы. Филиппыч присоединился к нам. Я выступал гидом, показывая своим спутникам интересные места и проводя короткие лекции по каждой достопримечательности. В свое время я очень интересовался историей родного города. Вечером, забрав из номера свои вещи, я перебрался к Алене. «Ты так интересно все рассказывал и знаешь все, как будто родился и жил в Москве». «Я коренной москвич», подумал я, «еще бы мне про свой город не знать». «Поверь мне, радость моя, у москвичей нет времени ходить по экскурсиям и музеям. Они порой знают о своем городе гораздо меньше, чем какой-нибудь провинциальный житель. А я вообще очень читать люблю, и именно про историю, ну и еще про технику, конечно». «Как мы жить дальше будем, Кирилл? Ты вернешься в свое охотхозяйство, а я в свою деревню». «Хорошо мы жить будем. Ты извини меня, но в свою деревню ты больше не вернешься, если только родителей проведать и вещи собрать. Ну так вместе съездим. Надо же мне с тестем и тещей познакомиться. Тебе учиться надо. Поступишь в институт. Жить будем у меня. У меня большой участок с садом и огромный каменный дом со всеми удобствами, прямо на берегу реки. Тебе понравится. Обустроишь его, как сама захочешь. Как приедем в Каменогорск, сразу подадим заявление в ЗАГС». «Как скажешь, Кирюша, так все неожиданно случилось, до сих пор голова кругом, но я ни о чем не жалею». Алена доверчиво прижалась ко мне. «Ты знаешь, я всегда чего-то боялась. Боялась подвезти родителей, потом начальство, а потом появился ты, и я теперь ничего не боюсь. Только коровок моих жалко. Как они без меня будут?» «Нормально будут. Себя пожалей. Ты что, всю жизнь дояркой работать собралась? Все, что могла, ты уже сделала, и тебя за это наградили. Хватит. Дай возможность другим себя проявить. Я тебе скажу, что дальше будет, если сейчас не уйдешь. Это, конечно, почетный труд, но очень тяжелый. Через пару лет от твоей красоты не останется и следа. А я этого не допущу. Такую прелесть беречь надо». «Да, я, бывало, спину после смены разогнуть не могла, и руки постоянно красные от мыла и холодной воды. Хорошо, Кирюша. Я теперь буду делать все, что ты скажешь. Я хорошей женой буду. Меня мама и бабушка всему научили. И за хозяйством смотреть, и пищу готовить, воды принести, стирать, шить, убираться в доме». «Не переживай, солнышко. Много работать по дому тебе не придется. Сама все увидишь. Он хоть и большой, два этажа, но я все же изобретатель». Я усмехнулся. Обустроил его для удобства. Работы там, конечно, еще много. Я его только в прошлом году построил. Но основное все сделано. Хозяйства у меня нет. Да и не надо нам его, наверное. И живности только мой охотничий пес. Огород маленький все же есть. Но все остальное – это красивый сад, беседка, банька на берегу реки, причал. Там очень красиво. Тебе понравится. «Ты рассказываешь так, как будто у тебя там сказочный дворец», – засомневалась Алена. «Дворец, не дворец, но что-то похожее». Я улыбнулся. «Люблю комфортно жить, когда дома, да и на охотничьем участке своем стараюсь по максимуму с удобствами устроиться». Глава двадцать девятая До Каменогорска мы добрались без проблем. На вокзале нас ожидала торжественная встреча. Куча народа, множество цветов и транспарантов. Какие-то серьезные дядьки говорили речи, играл оркестр, был организован небольшой митинг. После этого нас на отдельных автомобилях отвезли в районный комитет партии, где посадили в президиум в огромном зале заседаний, за накрытый красным сукном стол. И снова речи пришлось выступить и нам. Я говорил банальные вещи, мол, оправдаю, буду горд нести, не подведу и так далее. В том же духе выступили и мои уже изрядно уставшие соратники. Тут же состоялось награждение медалями отличившихся и передовиков. Больше тридцати человек. Среди награжденных был и Семен. Потом нас отвели в другой зал, где были накрыты столы для настоящего банкета. И опять речи в перемешку с тостами. В этом круговороте у меня изрядно разболелась голова. Я взглянул на Алену и понял, что ей тоже нелегко. Только Филиппыч был в своей стихии, весело общался и выпивал со всеми подряд. Среди награжденных медалями были и ребята из его бригады. Но все когда-нибудь заканчивается. Закончился и этот непростой вечер. Перехватив по пути из зала Алену, я отказался от предложенной ей гостиницы и отдельной машины, попросив отвезти нас ко мне домой. Если кто и удивился, то виду не подал. Мою просьбу выполнили. В машине Алена сразу заснула, положив голову на мое плечо. И когда мы приехали, мне пришлось ее будить. Просыпайся, солнышко, мы дома. Алена протерла ладошкой свои заспанные глаза и, взяв меня за руку, вышла из машины. Ого! У тебя такой большой дом! Не у меня, а у нас. Это теперь и твой дом. Из открытой калитки с лаем выскочил батон, и Алена с визгом спряталась у меня за спиной. Ну-ка, тихо, балбес. Иди сюда. Хороший мальчик! Я погладил и потрепал за ухом радостного пса. А потом, поймав его за ошейник, подвел к Алене. Знакомься, это теперь твоя хозяйка. Не обижать, любить и защищать. Понял меня? Алена, это батон, мой напарник по охоте и просто хороший друг. Он такой грозный, я испугалась. Можно его погладить? Конечно, он тебя не тронет. Алена неуверенно протянула руку и погладила пса. Батон весело завилял хвостом и лизнул ей руку. «Чувствует, гад, кто теперь кормить будет?» Алена села на корточке и, взяв в морду батона обеими руками, тихо проговорила. «Мы с тобой подружимся, батончик. Ты такой большой, красивый мальчик. Я тебя не обижу». Батон закрутил головой и попытался лизнуть Алену прямо в нос. Девушка, весело засмеявшись, успела отвернуться. «Вы с ним похожи. Снаружи большие и страшные, а внутри ласковые и добрые». «Эээ, спасибо за комплимент». Я не знал, как реагировать на заявление о том, что я страшный. «Ладно, ты устала. Пойдем в дом. Я тебе все покажу». Подхватив наши чемоданы, я повел свою будущую жену в ее новый дом. Алена была впечатлена. Да что там говорить, она была просто в восторге. Девушка ходила по дому, открывала окна и двери, проверяла, как работают краны в ванной. Удивленно подняла на меня глаза, когда из душа потекла горячая вода. Внимательно рассмотрела отопительный котел, зашла в гараж. От былой усталости не осталось и следа. Завершив обход дома и оставив там вещи, я показал Алене сад с баней и беседкой. Открыл и провел экскурсию по амбару. «Я такого никогда не видела. Это все твое? Нет, милая, теперь наше. У тебя целый завод в амбаре, станки, куча всяких железок и запах, как у папы на работе. В гараже победа стоит? Ты мне не говорил, что у тебя есть машина и две лодки. А сад какой чудесный, только неухоженный, там цветов не хватает. А таких ровных стен, как в доме, я даже в Москве не видела, только обои нужны. И окна необычные, и ванна есть с горячей водой. А такая плитка красивая, и сам дом очень красивый, и река. Девушка без конца щебетала, выражая свой восторг. На мой взгляд, с садом было все в порядке, вполне себе ухоженный, но женский взгляд всегда мог найти какие-то недостатки. Ну что же, мне этим заниматься некогда, пусть делает, как хочет. Насмотришься еще, привыкнешь. Пойдем спать или баньку затопить. Попаримся с дороги, чай в беседке попьем. Баню-то пить долго, я в ванне этой помыться хочу, а чай потом попьем. Остаток вечера мы привели вдвоем. Савельич так и не появился, хотя наличие в миске батона еды, горячая вода в доме и политый огород говорили о том, что он сегодня навещал мой участок. А может, узнав, что я приехал с девушкой, он не стал нам мешать. На следующий день, прямо с утра, мы отправились подавать заявление в ЗАГС. Свадьба через месяц, как положено по закону. День предстоял непростой, нужно было много успеть. Завтра мы уезжаем в Романовку, знакомиться с родителями Алены и забирать ее вещи. До обеда мы успели написать и сдать заявление, зайти на базар и закупиться продуктами. Я зашел в участок к Толику и попросил пригласить на вечер всех моих друзей. Предстояли небольшие посиделки. Повод более чем достойный, моя и Аленина награда. И то, что я привел в дом невесту. Сказать, что Толик удивился, значит ничего не сказать. Но обещал исполнить мою просьбу. После обеда Алена принялась готовиться к вечернему застолью, выгнав меня из кухни. Ну что же, посмотрим, как она умеет принимать гостей. Я же занялся своими делами. Проверил качество отделки первого этажа и остался доволен. Ребята превзошли даже меня. Докопаться просто не до чего. Ровные белые стены и откосы. Все убрано и чисто. Молодцы. В ангаре порядок. На стапеле стоит моя аэролодка. Все аккуратно разложено. Инструменты на своих местах. Станки и полки с запасными частями закрыты брезентовыми чехлами. Казанка за этот год ни разу не тронутая. Тоскливо покоится на берегу реки. Там тоже все в порядке. Проверив свое имущество, я направился в охотохозяйство к Палычу. Надо показаться начальству на глаза, поведать последние новости и поделиться своими планами. Здорово, Палыч. Вежливо поздоровался я с начальником. Привет, Кирилл. Наслышан уже. Молодец. Такую невесту отхватил. Герой труда. Наши бабы в поселке с обеда локти уже себе сгрызли. Упустили. Молодца. Весело хохотнул Палыч. Протягивая для пожатия руку. Кто первый встал, то вы и тапки. А нечего было целый год бездельничать. Быстро у нас в поселке новости расходятся. И откуда только узнали. У бухгалтера нашего дочка в ЗАГСе работает. Молодец, что зашел. Я думал, с молодой невестой под боком раньше, чем через неделю не появишься. Успеется еще. Вся жизнь впереди. Как дела, Палыч? Какие новости? Эх, молодежь. Все вам кажется, что вся жизнь впереди. А она быстро пройдет. Глазом моргнуть не успеешь. Нормально все, Кирюха. Я бы даже сказал, хорошо. Как ты съездил? Не спрашиваю. Вижу, что отлично. Какие планы? Когда свадьба? Как положено. Через месяц. Планы следующие. Завтра поеду знакомиться с родителями невесты и ее вещи забирать. Это день или два займет. Потом надо срочно ремонт в доме доделать. Все же теперь не один живу. И на участок успеть. К сезону подготовиться. Хорошо. Действуй. Не буду тебя нарядами пока нагружать. Дело нужное. Чай мы с понятием. Да и награждение это с поездками твоими по болоту с милицией. Почти все подготовительные работы пропустил. Только чтобы к сезону был готов. Я приказ подготовлю, что на летний период тебя на подготовку участка направляю. Спасибо, Палыч. Ты хороший человек. Сегодня вечером приглашаю тебя в гости. С невестой познакомлю. Награды наши с Аленой и Семеном обмоем. Спасибо, Кирюха. Но я не смогу. Через час с мужиками на участки выходим. Надо карманы привада для кабанов завести. Ну, смотри, Палыч. Как вернешься, жду в гости. Обязательно приду. Давно хотел посмотреть, как ты живешь. А то по поселку слухи ходят, что у тебя там чуть ли не пирамида Хеопца. Хм. Ну, вот и посмотришь. Я вернулся домой и по мере своих сил стал помогать Алене готовиться к встрече гостей. Затопил баню. Развел огонь в мангале. Потом накрыл в беседке стол. Алена превзошла все мои самые смелые ожидания. Стол ломился от приготовленных блюд. Четыре салата, запеченный гусь, голубцы, солянка, блины и драники. И это помимо шашлыка. Наготовила на роту солдат. У нее все получалось ловко и быстро. Казалось, что она просто сжонглирует сковородками. У меня аж в глазах зарябило. Вечером подтянулись мои друзья. Все необычно нарядные. Как на праздник. Андрюха с букетом цветов, Семен в костюме, на груди медаль. Зашли вместе, видимо договорившись встретиться заранее. Я поздоровался с друзьями, обняв каждого. Все-таки соскучился по ним сильно. Представил Алену. Ну вот, друзья, нашлась та, которая смогла украсть мое сердце. Уже думал, что этого никогда не случится. Знакомьтесь, моя невеста, Алена. Мужики поздоровались, легко пожимая Алене хрупкую ладошку. Андрюха же, вручивый цветы, поцеловал ее руку, за что тут же чуть не схлопотал по морде от меня. Вот честно, едва удержался, хоть он мне и друг. На-на, еще привьешь ненароком. Хочешь, я и тебе руку поцелую? Сказал смеясь Андрей, на всякий случай отойдя от меня подальше. Это он правильно сделал, знает меня, гад. Иди в баню, извращенец. Хотя нет, стой. Вначале выпьем, перекусим, а потом все желающие в баню. Да, пойдемте, стой накрыт, все остывает. Смущенно добавила Алена и пошла вперед, показывая гостям дорогу, которую они и так знали. Ва! Андрей показал мне большой палец правой руки, когда Алена повернулась к нему спиной и скрылась за углом амбара. Девочка, огонь! Я тебя, засранец, предупреждаю. Не думай даже про наши с тобой похождения говорить. Вмиг без башки останешься. У тебя язык без костей. Я показал другу кулак. Я чего, дурак, что ли? Обиженно прошептал мне мой друг. Понятия имеем. А у меня, кстати, новости есть. Хорошие. Я тебя предупредил. Новости за столом расскажешь. Всем интересно. Всем интересно. Но знать будешь только ты. Ну-ка, чего случилось? Меня в КГБ на работу пригласили. Через неделю отбываю на шестимесячные спецкурсы. Гордо прошептал мне Андрюха. Тебя? Балабола? Нет, не верю. Из тебя же комитетчик, как из меня балерина. Я с сомнением посмотрел на друга. Новости, безусловно, очень интересные. Ну, а чё? Хорошая из тебя балерина получится. Немного подбрить, немного подкрасить, пачку надеть. И готово. Я тебе сейчас сам в пачку дам. А если серьезно, то молодец, брат. Я тебе говорил, что Толян КГБшник к нам присматривался. Видимо, приглянулся ты ему. Ну, или секретик какой выболтал. Я рассмеялся и обнял друга, начавшего возмущенно надувать щеки. Шучу. Рад за тебя, дружище. Пойдем к ребятам. Потом поговорим. Мужики вели себя неестественно, скованно и подчеркнуто вежливо. Не переставая, хвалили хозяйку. Отчего Алена выглядела смущенно. Она явно чувствовала себя не в своей тарелке. Надо исправлять ситуацию. Так, завязывай, мужики. Алена девушка простая, несмотря на то, что герой. Чего вы тут дипломатический прием устроили? Семен, наливай. Давайте, братва, выпьем за мою Аленку. Встретил я все-таки свое счастье. И то верно. Облегченно выдохнул Иваныч и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Чего это мы? Рад за тебя, Кирилл. Давай выпьем за хозяйку этого дома. А я уж думал, что Кирилл никогда не женится. После первой выпитой стопки все немного расслабились. И Семен взял инициативу разговора в свои руки. Все, ходил. От поселковых девушек нос воротил. Тут за ним полпоселка бегало. Холостой, хозяйственный, при деньгах и руки золотые. А он ни в какую. Суровый мужик. А сейчас, вижу, такую стоило подождать и поискать. Прям завидки берут. Хе-хе, это хорошо, что Пелагея не слышит. А то бы она тебе твои завидки сковородкой бы подправила. Пыдал голос Савельич. «Ты это, не вздумай ей чего ляпнуть-то!» Испугнув тянул голову в плечи Семен. И все дружно рассмеялись. Атмосфера вечера начала возвращаться в привычные нам шутливые и веселые русла. «Быстро у вас все сладилось!» Поддержал разговор Иваныч. Вовсю орудая ложкой над тарелкой с наваристой солянкой. «А соляночка-то, ух, как хороша!» «А чего тянуть?» «Мне ухаживать некогда. Алена привлекательная. Я чертовски привлекателен. Чего зря время терять?» Я засмеялся. Процитировал фразу из фильма «Обыкновенное чудо», которая еще не вышла на экран. «Ты меня, Иваныч, знаешь. Я своего никогда не упущу». «Скромняга наш!» С гордостью заявил Андрей, указав на меня пальцем. И все дружно рассмеялись. «Ты, Алена, за него держись. Он у нас как слон, спокойный, надежный и сильный. Если его, конечно, не разозлить, но я тебе так скажу. Столько, сколько сделал он за полтора года, что тут живет. Некоторые и за всю жизнь сделать не смогут. Все аккуратно у него, все по полочкам. За что не возьмется, все до идеала доведет. Одно слово «хозяйственный» и «товарищ надежный», «умный» и «не трус». Мы с ним вон сколько дней по лесам за бандитами бегали, ловили их. Потом Кирилл до поселка их тащил. Потом спецгруппу в тайгу привел. Ни разу я не увидел, чтобы он усталость свою, злость или плохое настроение показал. Всегда меня поддерживал, когда я срывался. Нервы, как стальные канаты. Он свой орден честно заработал. А машины, какие строит, мощь, сила. Как будто не токарь, а академик какой. Продолжал нахваливать меня Семен. А еще он крестиком вышивать умеет, рассмеявшись, добавила Алена. Но было видно, что слова матерого охотника произвели на нее впечатление. Во время монолога Семена я нет-нет доловил на себе ее взгляды. Да ну! Хотя не удивлен. Он за что не возьмется, все получается. Вот только зря он с вагоны ремонтных мастерских ушел. Молодая жена, а сам по несколько месяцев по лесам бегать будешь? Задал вопрос Иваныч. А если бы не ушел, как бы я Алену встретил? А ходить, как все буду. Мы что, одни такие? Да и найдется ей чем заняться. Дом не обустроен. К поступлению в институт готовиться надо. Потом учеба пойдет. Я тут идею одну придумал. И кому, как не Аленке, ее и реализовывать. Но пока с Аленкой мы это не обсуждали. Что за идея? Заинтересовалась Алена. Я хочу предложить тебе основать в Приречном зверосовхоз. Пушного зверя разводить. Тут все для этого есть. Охот хозяйства, которые поможет отловить молодняк и поддерживать племенные стандарты, периодически долавливая зверей. Опытные люди, которым уже нельзя по состоянию здоровья или ввиду возраста ходить по лесам. Но они знают повадки зверей, их кормовую базу, знают, как ухаживать за ними. И им еще можно поработать с пушниной. Да весь поселок пушным промыслом испокон веков живет. А с охотой год от года будет становиться все хуже. Тут и заготовительная контора есть, опытные скорняки и мездрильщики, которые специализируются только на пушнине. С кормами тут тоже проблем нет. И рыбу ловят, и отходов скотоводства сколько хочешь. Да тот же твой романовский племенной завод. И председатель уже готовый есть. Целый герой труда. «Голова!» Восхищенно воскликнул Семен. Все присутствующие смотрели на меня, открыв рот. В глазах Алены разгорался азарт. «А ведь может получиться?» Алена взглянула на меня влюбленными глазами. «А я вот думала, чем мне здесь заниматься?» «Тебе не говорила, чтобы не расстраивать. Ты не подумай. Как ты скажешь, так и будет. Но ведь тут нет ни одного совхоза или животноводческой фермы поблизости. Только леса вокруг». «Ну вот и хорошо. Моя идея – твоя реализация. А я помогу, чем смогу. Да я думаю, и руководство района эту идею поддержит. Затраты не такие уж и большие. А выход продукции может сильно поднять показатели. Но сначала учеба. И чтобы на красный диплом. «Я постараюсь!» Засмеялась моя невеста. Посиделки продлились почти до ночи. Никто не хотел уходить. После знакомства и выпитого спиртного все расслабились. Семен без перерыва травил охотничьи байки. Андрей и Толик рассказывали случаи из милицейской практики. Наши ветераны тоже не отставали от молодежи. Весело и непринужденно, можно сказать, по-семейному посидели. Утром мы отправились в Романовку. Я немного трусил, но не показывал вида. Все же выгляжу я диковато. Достался же донор, мать его. Алена своего страха не скрывала. Даже всплакнула на выходе из дома. По ее словам, папа у нас очень строгий. Да и мама не отстает. Детей всегда держали в железном кулаке. Шаг влево, вправо, побег. Прыжок на месте, провокация. Ничего, разберемся. Да и живут они довольно далеко. Почти сто километров от Красногорска. Каждый мужик знает, что любовь к теще измеряется расстоянием. Я раскошелился на междугородное такси и доехали мы с комфортом. Романовка представляла собой довольно большое село. На берегу реки стоял огромный племенной завод, школа, клуб, все как положено. Дом Алены ничем от других не отличался. Одноэтажный, побеленный и звездкой, двускатная крыша из серого шифера, какие-то хозяйственные постройки, невысокий деревянный забор. Встретили нас не очень хорошо. Я бы даже сказал, очень плохо встретили. Будущая теща стала орать прямо с порога и в выражениях не стеснялась. Не скажешь, что учительницей работает. Я тебя для этого растила и воспитывала. Чтобы ты с первым встречным спуталась, как только за порог выйдешь, ты на него посмотри, бандит, морда уголовная. Мне, когда сообщили, что ты с Москвы с каким-то мужиком вернулась, я поверить не могла. У меня чуть сердце не остановилось. Марш домой. И чтобы духа твоего хахаля на пороге не было, месяц из дома не выйдешь. Позор какой-то. Алена ревела в три ручья, не смея поднять взгляд на мать. Тьфу ты, блин. Встретились с родственничками. Таких иметь уж лучше сиротой. После слов матери она двинулась была к порогу дома, но вдруг застыла и с ревом бросилась мне на грудь. Надо выручать мою красавицу. Я нежно обнял Алену и, отодвинув ее за свою спину, сделал шаг вперед. И вам добрый день, Тамара Ивановна. Меня зовут Кирилл Найденов. И я попрошу не оскорблять мою будущую жену. Я этого никому не позволю. И даже вам. Учитывая, что вы сейчас на эмоциях и меня еще не знаете, я вас прощаю. На первый раз. Но попрошу больше не разговаривать с Аленой и мной в таком тоне. Мать Алены посмотрела на меня, как на статуи командора, которая внезапно заговорила. И с криком бросилась в дом. Лешка! Лешка! Посмотри, что же это делается! Меня в моем доме затыкает какой-то уголовник! Да сделай ты что-нибудь! Мать скрылась за порогом, а Алена сквозь слезы быстро зашептала мне. Давай уедем. Папка, когда злой, очень не сдержанный. Вы же поубиваете друг друга. Я потом к ним сама заеду, когда они успокоятся. Ну давай уедем. Пожалуйста. Но уехать мы не успели. На пороге нарисовался довольно крупный мужик. Лет сорока, со злой мордой и с топором в руке. А дед Аленин папа был в трико и бледно-голубую тельняшку. На ногах домашние тапочки. Убей, тварь! И дальше непереводимая игра слов на могучем русском языке. Разговаривать он со мной не стал. Сразу рванул в драку, занося топор над головой. Предпринять ей ничего не успевал. И дальше действовал только на рефлексах и инстинктах. Отбросив Алену одной рукой в сторону, я сделал шаг вперед и поймал топор, уже летящий вниз, за рукоять. Прямо в полете. Как получилось? Сам не знаю. Лезвие топора застыло в нескольких сантиметрах от моей головы. Правая рука, которой я поймал топор, от удара онемела. Но пальцы не разжались. Силен мужик. Но с башней точно не все в порядке. С трудом подавил себе желание пробить левой по печени папаши. Все же будущий родственник, мать его. На пару секунд ситуация зависла в воздухе. А потом на нас с Ревом и Визгом повисли две женщины. Аленка с мамой, забыв недавние споры и обиды, пытались нас растащить подальше друг от друга. Давление топора на мою руку ослабло. И я, выхватив его из руки папаши, отбросил в сторону. Ты знаешь, солнышко, тут нам, похоже, действительно не рады. Я старался говорить спокойно. Хотя невыплеснутая злость и боль в руке вызвали у меня почти звериное бешенство. Пожалуй, ты права. Заедем в другой раз. Когда твои родители немного успокоятся. Алена ревела у меня на груди, не в состоянии произнести ни слова. На пороге дома, куда его силком увела жена, сидел ее папаша. Мамаша, тоже зареванная, прижала голову мужа к своему животу обеими руками. И что-то ему горячо шептало на ухо. Странная женщина. Кашу заварила, чуть мужиков до смертоубийства не довела, а теперь выглядит, как жертва домашнего насилия. Теща, она и есть теща. Тьфу. Я подхватил Алену под руку и повел из этого негостеприимного дома. Она покорно шла, не пытаясь вырваться или что-то мне сказать. Я тихо говорил ей на ушко нежные слова, пытаясь успокоить. Когда мы уже вышли за калитку, я услышал голос Аленкиного папы. «Ну-ка, стойте! Вернитесь оба!» Я повернул голову в сторону дома и увидел, что Аленин папа уже освободился от объятий жены. Но все так же сидел на пороге и зло смотрел в мою сторону. «Опять бить будете, папаша?» «Не язви! Сюда иди, сказано! Поговорим!» Я посмотрел на Алену. Она, подняв на меня свои зареванные глазки, едва заметно кивнула. Мы вернулись. Я остановился перед Аленкиным отцом. Сбоку пристроилась теща. Впрочем, стояла тихо, голос не подавала. Он молчал, и я тоже разговоры заводить не спешил. «Где служил?» – начал допрос папаша, через несколько секунд недобро сверкая на меня глазами. «В войсках дяди Васи!» «Оно и видно! Силен!» – усмехнулся Аленкин отец, и взгляд его слегка потеплел. Тельняшка на родителей говорила о десантном прошлом своего владельца. «Кто по вуз?» – военную учетную специальность. «Мехвод!» «Ну надо же, прям как я! Скажи-ка мне, мехвод, как у тебя мозгов хватило в моем доме жену мою поносить?» «Папа!» – попыталась вступить в разговор Аленка, но ее тут же прервал отец. «А ты помолчи пока! С тобой потом поговорим! Я от него ответ хочу услышать!» Я взглянул на молчавшую мать моей невесты. Она стояла, опустив голову. «Это когда же я успел, Алексей Григорьевич? Ни одного плохого слова я в этом доме не произнес. Хотя, если честно, очень хотелось. А вот свою будущую жену никому оскорблять не позволю. Ни посторонним, ни даже ее матери». «Вот как?» Отец невесты перевел взгляд на свою жену. Она молчала, не смея сказать ни слова. Посмотрев на нее пару секунд, он махнул головой каким-то своим мыслям и продолжил. «Ладно, с этим разобрались. А теперь объясни мне, как ты вдруг возле моей дочери оказался? Да еще с женихом называешься. Она хоть и герой, мать его труда, но дитя дитем еще. Решил карьеру за ее счет сделать. К чужой славе примазаться?» Я помочился. Такие вопросы ожидал. С Аленой мы познакомились на награждении в Москве. «Ты там что делал?» «Меня тоже награждали. И отвечая на ваш вопрос, поясню. Я вашу дочь люблю. Так получилось, что встретились мы недавно, но теперь друг без друга не можем. Заявление в ЗАГС уже подали. Свадьба через месяц. Жить она будет со мной. И это не обсуждается. Какую карьеру за ее счет я сделать могу? У меня и так все есть и даже больше, чем надо. Слава? Так в чем, Слава, мужем героя труда быть? Скорее, это тягость большая для мужика. Тут к подвигам жены не примажешься. Нужно соответствовать. Как минимум, чтобы тебя люди уважали. Ишь ты, решили они. А нас спросить. По-человечески все сделать. По-людски. Мать с отцом, чтобы приехали. Руки дочки моей просить. Сватовство провести. Ни матери, ни отца у меня нет. Я сирота. Рос в детдоме. Как это по-людски, не знаю. И так вроде не по-звериному сделали. Единственный мой родственник. Это я сам. И сейчас я перед вами. Если какие-то обычаи нарушил, извините, не знал. Ох ты, господи. Сплеснув руками, начала причитать мать Алены. Но отец заткнул и ее. Молчи, с тобой я отдельно разговаривать буду. Так, с этим тоже вроде все понятно. Отец задумался, а потом спросил. Чем и за что награждали-то тебя, хлопец? Орденом, знак почета. За задержание особо опасных преступников. Ммм, ну да, драться ты, судя по всему, гораст. Вон морда какая вся покоцанная. Да что же вы все к морде-то моей цепляетесь? А чем по жизни занимаешься? Охотник-промысловик. Живу в Приречном. Предваряю ваш вопрос. Зарабатываю хорошо. В деньгах не нуждаюсь. Есть дом и машина. Два катера и мотоцикл. Дочка ваша ни в чем нуждаться не будет. Помощи от вас мне тоже. Никакой не надо. Если будет нужно, сам могу помочь. Усмехнувшись и глядя в глаза папаши, выдал я речь. Устал уже от этого допроса. Ишь ты! Прям такой весь из себя положительный. И орден у него, и дом с машиной, и денег ему не надо. Лет-то тебе сколько, зятек? Двадцать четыре. Да ну, а на вид, как будто все тридцать. И когда же ты все успел? Или помог кто? Наследство от родителей досталось. Я из детдома вышел только со своими личными вещами. Родителей никогда не знал. И заработал все сам. А когда успел, так работал я четыре года. Без выходных и отпусков. У меня нет времени на жопе ровно сидеть и ерундой заниматься. И помогать мне некому. Я только на себя рассчитывать могу. Никогда ничего ни у кого не просил и не буду. После армии несколько лет золото мыл на севере, в артели. Там заработал прилично. Потом уже в Приречном осел, дом построил. А что с мордой-то у тебя? Чего весь в шрамах? Достали. Да сколько можно? Детство тяжелое было. Да и потом. Всякое бывало. Понятно. По пьяни дрался, поди. Сделал неправильный вывод папаша. Драться доводилось много. Тут вы правы. Но никогда первый не начинал. В основном, вот как сейчас получилось. Я снова усмехнулся и кивнул головой в сторону таки валяющегося на клумбе топора. А Ленин отец поморщился. А потом с трудом выдавил. Извини. Но сам должен понимать. Я за свою семью любого порву. Он встал с порога и, оглянувшись на жену, выдал. Ладно, заходи. Дома поговорим. Организуй-ка нам чего на стол, Тамара. Ну, чё застыли? В дом, говорю, пошли. Итак, соседи со всего села уже скоро сбегутся. Аленка, ну-ка, пулей в погреб. Принеси самогона. Тот, который для себя. И исцели ничего. Просидели мы до полуночи. Поначалу разговор не клеился и больше походил на допрос вражеского лазутчика. Несколько раз выходили покурить. Неизменно в сопровождении наших женщин, которые, видимо, боялись продолжения побоища. На фоне возможной драки мужиков мать с дочкой проявили удивительную слаженность и солидарность. Голос друг на друга не повышали и действовали как единый отлаженный механизм. Топор, да и остальной колющий режущий инвентарь со двора бесследно исчезли. Стол ломился от обилия закуски. Выяснив про меня буквально все до последней мелочи, перешли к вопросу дальнейшей жизни молодых. Мое предложение об учебе Алены в институте было принято благосклонно и тут же одобрено. План об организации в приречном звероферме вызвал буре обсуждений и критики. Но в целом тоже возражения не вызвал. Тещенька, змея подколодная, несколько раз пыталась поставить меня в тупик, вставляя в разговоры цитаты различных классиков и следя за моей реакцией. Но была бита ее же оружием. Все же я дитя века информационных технологий и имею за плечами два высших образования. На каждую ее цитату я отвечал ей своей. Иногда загоняет Тамару Ивановну в такие дебри, что она впадала в ступор. Мы пили много и скоро батю развезло. Я же, на удивление, был почти трезв. Наверное, сказалось нервное напряжение. Уже после первой бутылки отец невесты пришел в благодушное настроение. Называл меня сынок. Весело смеялся незамысловатым армейским шуткам. И каждый раз хохотал, когда в очередной раз его жена попадала в просаг со своими умными вопросами. Выпили за награждение Алены. Родители с гордостью рассматривали золотую медаль и орден. Младший брат и сестра Алены уже давно спали. Вели себя они очень тихо. Видимо, понимая, что сейчас не лучшее время для вопросов и проявлений любопытства. Брат был очень похож на тестя. Высокий, но пока нескладный подросток. А младшая сестра – вылитая копия Алены. Не зная, что она на год младше, я бы подумал, что они близнецы. В полночь я помог доставить тело тестя до кровати и сел пить чай с тещенькой. «Ты на удивление хорошо образован, Кирилл. А нам говоришь, что закончил только училище», – начала новый допрос мать Алены. «Я очень люблю читать. И, несмотря на мою необезображенную интеллектом внешность, стараюсь развиваться». «Ну что же, похвально. Хотя первое впечатление о тебе сложилось не очень. Уж извини, но ты похож на здоровенного дикаря». «Как говорят, не стоит судить о книге по обложке. Вот у меня о вас первое впечатление тоже было не очень хорошим. Однако, как говорил Антон Павлович Чехов, в каждом из нас слишком много винтов, колес и клапанов, чтобы мы могли судить друг о друге по первому впечатлению или по двум-трём признакам. Никогда не думал, что тупые статусы в Инстаграме могут пригодиться мне в жизни». «Ладно, уел. Я была не права. Просто так всё неожиданно получилось». «А жизнь вообще штука неожиданная. И приятных сюрпризов от неё ждать приходится нечасто. Однако, я согласен, продолжать этот спор не стоит. Всё же мы теперь не чужие друг другу люди. Предлагаю мир». Я притянул тёще руку, которую она слегка пожала. Но всё же формальный мир с тёщей не означал того, что она не будет гадить по мелочам. Спальные места у нас с Аленой оказались в разных комнатах. Однако, моя будущая жена неожиданно проявила характер. После непродолжительного, но жаркого спора с мамой, впрочем, не повышая голоса, а шёпотом, чтобы не разбудить отца, Алена с подушкой наперевес гордо прошествовала в мою кровать. «Я так испугалась. Думала, папа тебя убьёт. А потом, что ты его. А потом, вы разговаривали. А я боялась, что вы снова драться начнёте. Но ты папе понравился. Он этого не показывает, а я вижу, что доволен. Никто в селе с ним так, как ты, не разговаривает. Он вспыльчивый очень. А тебя слушал. И маме ты понравился». Делилась впечатлениями трудного дня Алена. «Да, а так и не скажешь». «Не обращай внимания. Она себя так всегда ведёт. Её даже папа боится». «Ладно, радость моя. Давай спать. Скрипеть кроваткой сегодня не будем. А то боюсь, что твоя мама всю ночь под дверью бдить станет». «Дурак!» Засмеялась Алена и стукнула меня своим кулачком по груди. «Я тебя люблю. Спокойной ночи, Кирюша». Утром, позавтракав со всей семьёй Денисовых, мы засобирались домой. Алена уже вполне мирно упаковывалась тёщей вещи, которые предстояло перевезти в приречный. А мы с её отцом вышли покурить. «Не обижай, Алёнку. Если позволишь чего лишнего, голову оторву». С похмелья её отец был опять мрачен и неприветлив. «Ну вот, опять. Всё же вчера обговорили, Алексей Григорьевич. Чего опять начинаем? Может, пока наши женщины заняты, вам здоровье поправить?» «А это мысль». Оживился папаша, но потом опять скис. «Не, учуя, Тамара всю неделю пилить будет. Ты вообще чего такой свежий? Как будто не пил вчера». «Ну, я ей помоложе буду. Не знаю. Обычно я не болею после посиделок». «Эх, везёт». «Ну, ладно, сынок. Вроде ты парень неплохой. Как дальше будет, жизнь покажет. Мы тут с матерью обсудили. Свадьбу у нас в селе гулять будем». «Возражения не принимаются. Тут у нас родни полсела. Всех в приречный не привезёшь. Тем более стариков. Понимать должен». «Нет возражений. Согласен. От меня гостей немного будет. Человек десять всего. За свадьбу я сам заплачу». «Не обсуждается». Пересёк я возражение тестья. Он попытался было что-то сказать, но потом махнул рукой, улыбнулся и стукнул меня по плечу. «Молодец. Уважаю. В августе, как с покосами управимся, жду, чтобы каждый год был. А то тут из наших, из десантников, нет никого. Даже погулять толком не с кем». «И фонтанов тут нет», – про себя подумал я. «Хотя день ВДВ ещё не скоро начнут отмечать 2 августа. Тесть об этой дате даже не догадывается. Уезжали мы, загруженные по полной. Какие-то тюки с одеялами и подушками, чемоданы, коробки, домашние соления и копчения. Я не вникал в содержимое груза. Моей задачей было найти машину. Помог тесть. Сходил на мехбазу, где он работал, и скоро вернулся на грузовике, в который и загрузили пожитки невесты. Распрощались мы уже вполне дружески».